Меня мучает мысль, как покойная дочь без меня. Я уже потерял здоровье. А почему она должна быть без вас или вы без нее? А что такое покойная дочь? Покойников не бывает. Есть умершие тела и живущие, скорее всего, бессмертные души. Дочь ушла, ушло тело дочери. Ну, фигня какая, но ушло тело дочери. Зачем из-за этого убиваться? Неприятно, безусловно, я не спорю. Здесь нужно просто понимать, что вы ничего сделать не можете. И сейчас убиваетесь по тому, что вы теряете собственное здоровье. Для чего? Вашей дочери, душа дочери жива и прекрасно себя чувствует. А тело, ну, есть в совсем юном возрасте уходит. Есть только родившись. Это разные вариации. Это как автомобиль. Собрали, вот он не заводится. Или заводится, но долго не поработал. Мы такая же конструкция, собственно говоря, как и любой автомобиль или транспорт. Мы ничем не отличаемся. Поэтому здесь в этом нет проблем, и я вам не советую. Здесь нужно поменять мировоззрение, то есть мировосприятие. Нет понимания, там, умерла дочь. Но она была вашей дочерью, она и осталась. То есть душа дочери никуда не делала, все осталось. Никаких проблем. Пообщаться, спросить, поговорить с ней тоже никаких проблем. Это просто нам забили голову, что вот умерла, все, значит, закончилось. Да нет, она как пришла, душа так и ушла. Ничем это не закончилось. Абсолютно все адекватно, абсолютно все хорошо. Поэтому не стоит тратить, собственно, здоровье, как я записывал в видео. Возьмите, пообщайтесь с ней. Или приходите ко мне на сеанс встреч с ушедшими, или через стакан с водой. Ну, если я не знаю просто на какой стадии, ну, наверное, мировосприятия вы находитесь. Поэтому советовать сейчас мне сложно что-то.